Мой отец Никоев Георгий Хазиметович был призван в армию в 1939 году. Он был директором школы в Стурдегоре и направили его на учебу в город Смоленск на политработник. Он был в этой школе до конца почти 40-го года, а в конце 40-го года наши войска вошли в Прибалтику и направили его туда. И он служил, насколько я помню, 10-й какая-то дивизия, стрелковая дивизия, прямо на границе. Когда война началась, то практически они были пристрелены в все их объекты. Это город Креттенга. По данным немецкой разведки, значит, они должны были город Креттенга взять за 20 минут. В бои происходили страшные потери, очень сильные. Поэтому командир дивизии, я даже помню, Сайфулин, по-моему, фамилия, приказал отцу прикрыть отход дивизии и не сдавать город Креттенге. В пехотах, моторизионные бригады хотели взять город. Несколько раз ходили в атаку. Как нам рассказывали очевидцы, 6 раз ходили в атаку, так и бойцы не сдали. Оставалось очень небольшое количество. И когда 7-й раз пошли в атаку, больше выстрел не раздался с нашей стороны, и немцы вошли. Осталась жива 60-летняя девочка, литовка, которая помогала раненым бойцам. Вот она и сохранилась, и рассказала все это дело. Еще остались 9 человек, насколько я помню, я их видел всех, которые впервые в часы боя получили очень серьезные повреждения и успели их эвакуировать. Мы не знали, что с отцом, но получили бумагу о том, что отец пропал в бедности. Так и числилась, мы много писали, мать, и всегда приходили такие ответы. И вдруг, неожиданно, мать получает письмо с города Кретинга от преподавателя Эрш Патау, насколько я помню, фамилию Ремгайла. Он группой учеников начал поиски, кто защищал Кретинга, и наткнулся на нашего отца. Те люди, которые остались еще живы, о которых я говорил, они подтвердили, что отец действительно там погиб. В первый день войны. И решили ему литовцы поставить памятник ему и всем бойцам, которые защищали Кретинги. Они нас пригласили, это был 82-й год, и мы все собрались туда в городе Кретинга на открытие этого памятника. Рассказали, что был отец очень тяжело, рано он закомандировал. Когда немцы вошли туда, то отец был совершенно без сознания. Литовец, в глубоком сожалению, видимо, предавший всех, указал на отца и говорит, «Энн коммунист, его надо добить». И по некоторым данным, даже он лопатой ударил его по голове. Значит, после войны якобы его судиль нашли и отсидел приличное время. Вот так мы об отце узнали действительно, что происходило. Мне было два года, когда он ушел служить, а моему брату было меньше года. Поэтому об отце, конечно, я не... брать ничего не знаю. У нас есть в селе человек, который получил три ордена солдатской славы, вот эти знаменитые. У нас были такие герои, которые героя не получили, но почти герои. Вот мой дядя Беза, Никой Беза, ему хотели присвоить звание Героя Советского Союза. Я видел эту бумагу. Командующий фронтом написал вручить орден боевого красного знамени. Его подвиг действительно, вот если так посмотреть, то впечатляет. Он с группой, он был капитаном, группой наших косноармейцев. Преследовал немецкую группу какую-то. Значит, по дороге он уничтожил несколько механизированных отрядов. Захватил аэродром неожиданно. И в этом аэродроме оказалось 140 самолетов, боевых, исправных самолетов. Такого во время войны никто не совершил. Есть селение Сохтигора. Я считаю, это самая красивая деревня в Советском Союзе. Вот с этой деревни две семьи отправили по шесть братьев на войну. В одной семье один вернулся, он с корзи умер, к сожалению, от ран. Пять семьи отправили по четыре, не вернулся никто. Где-то 60% ушедших на войну не вернулись в наши деревни. Деревня потеряла очень много людей, молодых.